Сегодня аптечный бизнес активно развивается в городе. Я не буду делать рекламу аптечным сетям, но все знают, и это можно встретить на каждом шагу, что ряд розничных аптечных сетей по объединяющей в себе аптеке, аптечные сетевые компании, которые занимаются торговлей лекарственными средствами, они в Москве существуют. И по отчетам этих компаний мы знаем, что рынок насыщен на 10% максимум аптечными сетями. При этом капитализация этих аптечных сетей растет. Не нами замечено, что сама по себе организация стоит дешевле, чем ряд таких организаций, объединенных во что-то целое, единое. Так и здесь аптеки, объединенные под общим брендом, под общим названием, они в совокупности стоят гораздо дороже, чем сама по себе одна аптека. Москва, понимая это, преследовала в первую очередь цель объединить аптеки под одним единым общим брендом. Этот бренд «Московские аптеки». Предложила участникам фармацевтического рынка акции, которых были внесены в оплату уставного капитала акционерного фонда акций «Московская аптека», быть объединенным под этим общим названием «Московская аптека». Москва преследовала задачу, ставила перед собой задачу создать еще одну сеть под общим названием «Московская аптека», объединив в рамках этой сети те аптеки, акции которых были переданы в оплату уставного капитала этого фонда. При этом оставив и открытым двери для всех остальных аптек, если кто-то захочет, то есть возможность и им тоже быть в составе этого фонда. Если мы говорим о такой необычайно интересной и вновь создаваемой форме, как акционерно-известиционный фонд, его преимущество заключается в том, что он создается неким собственником, в нашем случае он создается Москвой. При этом закон ставит четкое ограничение, что все дополнительные выпуски ценных бумаг этого акционерного общества могут осуществляться только по открытой подписке. То есть они распределяются среди неограниченного круга лиц, они предлагаются для приобретения любыми лицами, кто заинтересован во владении или в участии в этом фоне. Другого не дано, это закон ограничено. Для чего это сделано? Это сделано для того, что когда собственник повысит капитализацию своего фонда, когда он поймет, что этот фонд привлекателен, он создаст инструмент, он создаст новую возможность для других лиц принести свои инвестиции, купить акции, заплатив за это деньги, и стать равноправным участником, таким же акционером, как и все остальные, и также точно вместе со всеми участвовать в жизни этого фонда. Участвовать в собрании, определять направление деятельности, направление расхода на денежные средства. Думать о том, как повысить капитализацию этого фонда, получив за это дивиденды. Безусловно, это и есть суть акционерного инвестиционного фонда. Это и отличает акционерный инвестиционный фонд от других форм. От тех же общей, с ограниченной ответственностью, где более жесткие правила, и более узкий круг участников, и более сложные механизмы попадания в состав участников этого ООО. Это и отличает его, например, от ПИФов, от ПАЭВых инвестиционных фондов, где, в принципе, речь не идет о неком юридическом лице. Ведь ПИФ — это объединение имущества, это не создание юридического лица. После того, как этот инструмент будет отлажен, налажен, когда он начнет эффективно действовать, и когда его капитализация возрастет, обычный гражданин города, житель города, москвичи, они смогут вложить свои средства в этот акционерный инвестиционный фонд. То есть создается еще один дополнительный механизм, который предложит москвичам способ размещения своих средств. И это в последующем будет гарантировано Москвой, потому что одним из участников, может быть, даже основным участником, акционером этого акционерного фонда будет Москва. Ну и это, соответственно, создаст гарантию для других участников, для других акционеров, для москвичей, в том, что этот фонд принесет тот доход, на который они рассчитывают изначально. Одна акция, акционерный фонд фонда «Московская аптека» на сегодняшний момент стоит 10 рублей. И если оценить год работы, то особо пока еще капитализация его не возросла. Поэтому на самом деле на сегодняшний момент, если будет дополнительный выпуск ценных бумаг, он и будет 10 рублей. Ну, конечно же, в процессе того, как капитализация фонда будет расти, и стоимость акций будет расти, да, но она будет расти не в разы, она будет 20 рублей, но 30 рублей, но не в сотни разы.